Открывается 8-й международный фестиваль малых театральных форм под названием «Закрытый показ». Проанонсирует мероприятие руководитель и режиссер театра «Психодель арт-студия» Андрей Маслов. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте, Ирина. Итак, когда открытие и что ожидает зрителя? В отношении открытия тут очень большие вопросы, потому что фестиваль открывается послезавтра, 27-го, но до сих пор наше доблестное управление культурой так и не обеспечило, что было согласно договору, ни рекламную продукцию, ни свет, ни звук. Поэтому не исключено, что фестиваль будет проводиться в любом случае. Мы экстремалы, но может быть это будет без света и без звука тоже интересно. Ну да, будет точно интересно. Вот как раз-таки одна из новинок будет этого года. Вы как театр устраиваете этот закрытый показ уже который год? Восьмой год подряд. То есть это уже восьмой. Ну такой, достаточно традиционный. Он может быть, мы никогда, мы когда восемь лет назад затевали его, мы не хотели там какого-то пафоса или там всемирной известности снискать, тем более разбогатеть. Речь шла о том, чтобы собрать самое лучшее, что есть в России и тогда в Украине, которая тогда еще приезжала очень активно на фестивали Одесса, Киев, Донецк. Сейчас, сами понимаете, что только российский будет фестиваль, поэтому будут москвичи, Сталинград и Севастополь. Только три города. Ну этого достаточно, потому что основная идея фестиваля это показать зрителю и театральному, и неискушенному, что театр это не только большие формы, это не только фойе, буфет и бархатные кресла. Это вот минимум света, благодаря управлению культуры, минимум звука, минимум рекламы. Большое спасибо, кстати, телевидению Икс, Форпосту и Славе Севастополя, что они вот этот пробел по анонсированному фестивалю восполняют вам. Спасибо отдельно. И тогда зритель придет, вот только голое искусство, артист на сцене, пьеса, русский язык и античное небо. Это под открытым небом? Театры, спектакли проводятся под открытым небом в арт-галерее «Зеленая пирамида». То есть не камерная обстановка, а вот насколько трудно? Обстановка очень камерная, потому что обнесен двор стенами, и в любой момент может сесть ворона или ежик пробежать, или кот пробежать. Это символ арт-галереи «Зеленая пирамида», и они там культивируются, священное животное. Поэтому никто не знает, что их ожидать. Дождь может пойти, град может пойти, такое было много раз. Но артисты продолжают работать, зрители сидят в защищенном месте, на них ничего не попадает, но артисты, они вот только искусство, только эмоции, только переживание. Правильно, животные только дополняют эту картину сценическую, и вы делаете вид, что так и было запланировано. Да, да, всегда приходится обыгрывать, потому что животных и детей обыграть нельзя, даже очень маститому артисту. Если все-таки будет свет и звук, и в этом новшество этого года, что называется, не будет заключаться, что будете показывать со светом, со звуком? Какие представления будут в каких жанрах? Нет, ну, программа фестиваля, она уже опубликована, и она меняться не будет, ни при каких обстоятельствах, даже если, не дай бог, там стихийное бедствие, Град какой-нибудь пойдет, или Восстание негров, например, или какие-то студенческие волнения, не дай бог. Речь идет о том, что... Какой вопрос был? Впервые мне задают такой вопрос в прямом эфире. Я все время ухожу куда-то в сторону проблем фестиваля, которых так много в голове, поэтому извините меня за... Я хотела спросить, что именно будете показывать, в каком жанре будут спектакли? Почему-то все театры, они в последнее время, может быть, время такое эскатологическое или переломное какое-то время, катаклизм, все вдруг театры, даже молодые экспериментальные театры, они стали философскими. Если раньше они были более развлекательными, там стемы более студенческими, построенными по эстетике КВН, то сейчас даже молодые ребята, молодые артисты, молодые режиссеры, вот мы наблюдаем в 8 лет, они хотят какие-то вечные затрагивания темы, и это у них получается. Вот театр «Знак» из Москвы, он покажет два спектакля, 28 и 29, и они на протяжении третьего сезона, они не привозят комедии. Я их спросил однажды, вы что, не любите смеяться? Они говорят, нет, мы не любим, когда зритель смеется у нас на спектакле. И в этом смысле они нам очень близки по духу, потому что зритель выходит, задумавшись вообще, что я увидел, и насколько это похоже на меня, и как мне с этим жить дальше. Но вы, я думаю, можете им возразить, потому что иногда через смех доходит как раз-таки философская мысль больше, чем через трагедию. Как думаете? Нет, там не трагедия, там именно вот эти вечные вопросы, кто я, зачем я, куда иду, как на таких вопросах можно смеяться. Я вот, например, плохо представляю. Вы театр необычный достаточно такой, арт-хаусный. Что будете показывать вы? Мы покажем, откроем фестиваль «Донька» — это драма, очень нежная в взаимоотношениях родителей и детей, которые впервые встречаются друг с другом спустя много лет. Это очень типичная история. А завершим фестиваль 3 июля на правах хозяев, завершим премьерой «Коллекционер» по одноименному роману Джона Фауза. «Коллекционер» — это культовый роман, был конца 20 века, английский автор. Известный, да, то есть до 3 июля проведется фестиваль. Кроме того, у нас такая проводится блог для детей, называется «Закрытый показ детям», потому что мы считаем, что воспитывать зрителя, если мы хотим получить умного, думающего, искушенного зрителя, мы должны его воспитывать с детства. Поэтому будет очень замечательный спектакль. Я смотрел с удовольствием «Муха-Цокотуха», театр «Саквояж», наш «Севастопольский» из Балакалского дворца культуры. То есть и для взрослых, и для детей будет программа. Да, это принципиально. Второй год подряд, что дети — это тоже наши будущие зрители. Они должны научиться задавать себе вопросы. Почему такое название «Закрытый показ» предполагает что-то закрытое? А вы рассказываете и сами так открыто преподносите информацию. Потому что 8 лет назад мы думали, что это будет одногодичный театральный хулиганский эксперимент. То есть мы хотели... В итоге вы нахулиганили на 8 лет. Нахулиганили так, что теперь уже не можем остановиться. Это все равно как толкнуть каток с горки и потом удивляться, что ты не можешь от него убежать. То же самое и с нами. Поэтому назвали «Закрытый показ» интрига, что советские люди, постсоветские, они любят все запрещенное. То есть в советское время Солженицын, идеи Сахарова были. И так далее. В общем, запрещенная литература, запрещенный кинематограф, запрещенный театр. И вот 8 лет назад просто это была какая-то дурь, шутка. И мы вот так назвали. И действительно был очень большой интерес до сих пор. У нас полный зал, у нас не бывает свободных мест. И хотел бы 5 раз подчеркнуть, особенно для управления культурой, что 8 лет подряд на все фестивальные спектакли в «Зеленую пирамиду» не продано ни одного билета. Вход абсолютно свободный. Но, к сожалению, там всего 150 сидячих мест. Поэтому по принципу, кто первый стал, того и тапочки. Так что приходится смотреть. Закрытый показ, у нас вход свободный. Абсолютно свободный, да. И мы хотим, чтобы люди видели это. Я еще раз повторяю, это не коммерческий проект, и на нем невозможно заработать. Это попытка людям показать другой театр. Будут выбраны лучшие фестиваль? Предполагает здесь какую-то градацию на первое, второе, третье место? Нет, у нас не состязательный характер, а он демонстрационный. Покажите, что вы едите в Москве, покажите, что вы в Волгограде едите, кто на вас ходит, какая ваша аудитория. Посмотрите, что кушаем мы, посмотрите, как воспринимает нас, сравните с тем, как воспринимает вас. Но номинации, да, это главная мужская роль, лучшая, женская, режиссура, хореография, лучший художник-оформитель и гран-при фестивалем. А кто же среди судей? Судьи кто? Зрители. Мы раздаем анкеты, и потом собираем эти анкеты, суммируем и выставляем в среднем балл. Очень демократично у вас все. Опять же, это делается не для того, чтобы сказать, эти хорошие, эти плохие, потому что любой театр молодой, ему действительно тяжело состязаться с большими, традиционными, муниципальными театрами. А эти должны выживать, и им обязательно надо получить какую-то поддержку, и какой-то аплодисменты зрителя, восторг, и титул полученный от зрителя, а не от какого-нибудь купленного продажного жюри. То есть это экспериментальные молодые театры, молодые актеры. Как часто открываются новые звезды на таких мероприятиях, на таких фестивалях? Ну вот к моему великому сожалению, в Одессе замечательный театр, это наши большие друзья, они три сезона подряд приезжали к нам, это театр на Чайной, и вот и Александр Онищенко, художественный руководитель. И там они настолько покорили севастопольцев, вот три года подряд они ездили к нам, что они увозили практически все дипломы. И нам не было обидно или не было жалко, потому что это заслужено. Но теперь, к сожалению, политика и тут мешалась в искусство, к сожалению. Но все-таки политика и искусство, не будем их смешивать. Да, не смешиваются. Будем ждать открытые фестивали. Итак, давайте повторим, когда он открывается и где. 27-го, после завтра, в субботу, в 20-30 он откроется показом первого фестивального спектакля, Донька, театра, который принимает и является организатором театра «Психодель-арт». Арт-галерея «Зеленая пирамида» находится рядом с Херсонесом на Херсонесской площади. Доехать можно на автобусе «Двойка» или на маршрутке «400» на остановке Дмитрия Ульянова. Там пешочком, да. Ну, вы подробно описали. Ну, где Херсонес знают все, поэтому там найдете, не потеряете. И в любом случае до 3-го числа каждый сможет писать. Каждый день новый спектакль, новый театр. Спасибо вам большое за информацию. Наша программа, к сожалению, подошла к концу, но информационный канал Севастополя продолжает эфир. До встречи.